Сейчас она горячая, не горячая, но была горячая. Сейчас холодная течет. Но до этого парило прям все. Вот оттуда, как будто сверху льется все время вода. А мне сверху. Это ужас какой-то. Мы просим, чтобы хотя бы перекрыли. Ага, это все. Это ужас. Это все же. Миша, мы вот это не снимали точно. Ты посмотри, что это. Это гриб. Я говорю. Грибница на канализационной трубе. Такого наша съемочная группа еще не видела. Шляпки грибов повсюду. И это только малая часть того, что происходит в доме номер 7А на улице Пугачева. Отопление дали, но как-то странно. Одну часть дома начали греть только 6 октября, другую ранним утром 7-го. Жители рассказали, как они выживали без тепла последние несколько недель. С обогревателями максимум прогревалось помещение за сутки, если работал обогреватель, до 22 градусов. У нас маленькие дети. У нас люди за 80 лет. Вот в частности Бабзине уже более 80 лет. У нас инвалиды здесь живут. Первые группы лежачие, грудные дети. У меня трое детей. Я многодетная мать. Живу одна с тремя. В данный момент у меня отопления нету. У всех есть, у меня нету. Стены все сырые. Дети у меня заболели от холода. Вся проблема подачи отопления, по словам представителя управляющей организации, заключается в неисправности коммуникаций. Да это и на глаз видно. Весь подвал залит водой. Такой хамам, созданный протечкой труб теплоснабжения и водоснабжения, порядком надоел жильцам. Влажность в доме достигла своего пика. Все через полы тянется в квартиры. И однажды полы настолько размокли, что один из жильцов под них провалился. Помогал соседям, в подвал упал. На самом деле в прошлом отопительном сезоне на доме случилось 64 аварии именно по отоплению. Мастера регулярно латают трубы, но сами жители уже понимают, что с каждым годом это делать все труднее. Управляющая компания, на мой взгляд, все-таки пытается из чего-то сделать, но к воздуху приварить невозможно. Если трубы все гнилые, приваривать нечему. Там даже фрагментарный ремонт невозможен. А управляющая правит только текущее дело, исходя из наших копеечных, далеко не в полном объеме сборов. Если город нам не поможет, мы не сможем уже жить. Управляющая компания «Теплый дом», которая в феврале прошлого года взяла это общежитие на обслуживание, с окончанием прошлого отопительного сезона провела независимую экспертизу всех коммуникаций дома за свой счет, поскольку только 35-40% жильцов производят оплату. Дом на минусовом балансе. И было признано, что данная коммуникация представляет опасность для жизни и здоровья граждан, и для дальнейшего использования не подлежат. То есть требует необходима замена всех коммуникаций, подвальных помещений, я имею в виду. Система теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения необходимо менять, что к текущему ремонту не относится. Поэтому дому требуется капитальный ремонт. Заключение эксперта было отправлено в Государственную жилищную инспекцию, в Управление энергетики и ЖКХ и в региональное министерство топливно-энергетического комплекса. Это было сделано для того, чтобы капремонт был перенесен на более ранние сроки. Однако в прошлом году каких-либо результатов не последовало. И уже ближе к осени хочется отметить начальника управления энергетики ЖКХ Кожина. Пообещал он нам, что сможет выделить субсидии на хотя бы частичную замену коммуникаций в подвалах, чтобы дом условно пережил этот отопительный период. На данный момент у нас в стадии идет собирание документации, то есть жители должны проголосовать, то есть жителям выделяется субсидия на эту замену. Ситуация наконец сдвинулась с мертвой точки. Жителям осталось объединиться между собой и управляющей компанией и довести ситуацию до ремонта коммуникаций. Это можно сделать прямо во время отопительного сезона, при этом отключений воды и тепла не будет. Новые трубы можно протянуть рядом со старыми, а потом их переподключить.